Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман и сегодня мы с вами будем делать выпуск о дожде. Как раз у нас, вы видите, какая погода мердическая, потому что мерды по-испански какашка, но тема выпуска у нас будет сезон дождей. И почему все это так происходит. Поэтому запускаем наш сегодняшний научпоп и погнали! Ну что, chicos, давайте разберем с вами, почему вот такая вот погода, как здесь, вот увидите тучи, которые висят, дождик идет. Почему оно так происходит, откуда оно берется и почему на Карибах сейчас сезон ураганов. Это та тема, на которую мы будем сегодня с вами рассуждать. Я вам буду более детально рассказывать, где зарождаются ураганы, почему они идут вот по такой траектории, что их поддерживает, собственно, на ходу. И почему идут дожди, а где-то светит солнце, почему это меняется. И много-много всего интересного, собственно, будет в сегодняшнем нашем выпуске. Поэтому пристегиваемся за лайфлайн. И давайте надеяться, что никто не попадет в эту гадкую погоду, а будет сидеть дома и пить пиво, а выйдет в море, когда закончится сезон ураганов. Будет классная погода для яхтинга. Но перед тем, как я вам начну рассказывать о сезоне ураганов, давайте я вам сделаю небольшую предысторию и расскажу, собственно, как эти ураганы формируются. Для этого мы начнем с нескольких позиций, которые вроде с одной стороны между собой не связаны, но они формируют итоговый результат. В нашем видео мы не будем вдаваться глубоко в подробности, как правильно читать прогнозы погоды, как формируются те или иные явления. Мы рассмотрим то, что надо. И, вероятно, я это сделаю немножечко в упрощенном виде, чтобы было легче воспринимать информацию. Итак, позиция номер один. Как формируется шторма? Вы знаете, что есть воздух горячий, который испаряется с земли или с воды. И есть воздух холодный, который, собственно, является атмосферой, которая является холоднее, чем вода. Горячий воздух поднимается кверху, остывает, формируются капли воды, и они при наборе определенной критической массы выливаются вниз дождем. Теперь давайте рассмотрим, как, собственно, эти облака формируются. У нас есть горячий воздух, который идет снизу вверх. У нас есть холодный воздух, который идет сверху вниз. Два фронта, холодный и горячий. Когда они между собой сталкиваются, что происходит? Холодный идет вниз, горячий идет кверху. Так формируются облака, которые называются кумулу нимбус. Это такие большие облака, которые могут выходить до самых-самых верхних слоев атмосферы. Там, где уже кислорода нету, формируется такая плата, наковальня. И снизу они также плоские. Нижняя часть, это та часть, из которой будет постоянно лить дождь. И как я вам уже говорил, из-за того, что холодный воздух идет вниз, то в том месте, когда облако начинает формироваться, происходит ускорение потоков. Поэтому чем опасны эти кумулу нимбусы? Тем, что под ними всегда дует сильно. Поэтому их нужно максимально избегать. Потому что под ним будет сильный ветер, много дождя и всегда плохо. Поэтому мы с вами определили, как формируются шторма. Теперь, друзья, давайте рассмотрим с вами один очень важный момент. Что такое сила кориолиса? Потому что она влияет точно так же на формирование ураганов. Для тех, кто знает, что это такое, можно сразу перейти в следующий раздел тайм-коды снизу есть. Для тех, кто не знает, давайте я вам попробую достаточно просто рассказать, что такое сила кориолиса. Наша планета крутится. И экватор является точкой линии, которая имеет максимальную угловую скорость. Соответственно, атмосфера, грубо говоря, не крутится. То есть, наша планета как бы вращается внутри атмосферы. Но так как наша планета это не цилиндр, если бы это был цилиндр, тогда по всей поверхности это было бы так. То есть, планета крутилась внутри атмосферы. Но так как это сфера, то в тот момент, когда экватор у нас крутится, все, что находится на высшей широтах, где-то от 30-40-50, происходит закручивание атмосферы по спирали. И что характерно, на северном полушарии закручивает все атмосферные явления против часовой стрелки, на южном по часовой стрелке. Вот сейчас я вам показываю на картинке примеры, как это все работает. Теперь возвращаемся к предыдущему первому пункту и вспоминаем, как у нас формируются кумулонимбусы. Итак, у нас есть зона горячего воздуха, которая поднимается кверху, и зона холодного воздуха, которая опускается вниз. Насколько большая разница в температурах? Не очень большая. То есть, она большая, но там не огромное значение. Поэтому формируются грозовые фронта и определенное количество влаги в воздухе, которая выпадает вниз осадками. Итак, сейчас мы смотрим на все то же самое, только с учетом того, что вы знаете, что на это все действует сила Кориолиса. Итак, у нас есть точка вращения, то есть, есть глаз, и есть зоны, которые крутятся вокруг. Так вот, формирование вот этих вот облаков, которые потом переродятся в ураганы. Кстати, что такое ураган, мы немножко позже вернемся. Так вот, формируются облака относительно глаза. Вот сейчас вы видите на картинке, как это все происходит. Горячий кверху, холодный опускается, то есть, есть вот с правой стороны от глаза и с левой стороны от глаза. То есть, это система, которая работает по кругу, и она имеет разгон за счет силы Кориолиса. То есть, у нас есть, грубо говоря, большая система, которая вращается, и которая подпитывается. Но сколько она будет подпитываться? И почему она движется? Так вот, сейчас мы рассматриваем только пункт 2. То есть, она подпитывается, и грубо говоря, растет до определенного момента. А теперь мы плавно переходим к пункту 3, который нам расскажет, почему эта растущая система начинает двигаться. А у нас здесь дождь. А вы не забыли подписаться? Если забыли, кнопочка, подписка, колокольчик, и продолжаем. Как вы знаете, есть зоны давлений, которые в прогнозе погоды часто указываются. есть изобары, то есть, это и кривые давлений. Есть зона низкого давления, зона высокого давления. Зона высокого давления, это солнышко классное, солнце, никаких туч на небе, ничего, то есть, суперпогода. И есть зона низкого давления, это вот как у нас сейчас, когда вот эта вся гадость капает, такое тучи висят, низко, это все такое неприятное, вот это зона низкого давления. Обычно зоны Они отличаются между собой не очень сильно, и за счет этого появляется ветер. То есть, грубо говоря, вы можете себе представить два сосуда. В одном давление чуть-чуть ниже, то есть ямка чуть-чуть менее глубокая, чем во второй, и из одного сосуда плавненько перетекает. Чем больше разница в давлениях, тем начинает из одной емкости в другую что-либо перетекать с большей скоростью. Чем больше разница в давлениях, тем быстрее зона низкого давления наполняется из зоны высокого давления. Поэтому, если у нас есть зона высокого давления и зона низкого давления, и эти значения очень сильно разнятся, тогда мы получим очень сильный ветер. И, собственно, как я вам уже раньше говорил, это позиция номер три. Сформированная система, которая подпитывается горячим воздухом, она начинает двигаться из зоны высокого давления к зоне низкого давления. И вот сейчас мы переходим к тому, что такое есть ураган. Итак, друзья, то, что мы с вами называем ураганами, на самом деле является не ураганами, а циклонами. Потому что циклоны это как раз погодная система, которая возникает над горячей поверхностью океана. Итак, мы рассматриваем с вами циклоны. А вот где они как называются, я вам сейчас расскажу. В юго-восточной Азии они называются тайфунами. А вот ураганами они называются в Северной и Южной Америке. Но я напоминаю, что ураганы это как раз та погодная система, которая формируется над горячей поверхностью океана. Кстати, небольшая ремарочка, что циклонами часто называют ураганы ниже экватора, то есть в южной части океанов экваториальная зона называются циклонами. Поэтому циклоны, ураганы и тайфуны это в принципе являются одними теми же системами, но просто они расположены в разных местах. Но почему же появляются ураганы? У нас есть, как я вам уже говорил, давайте подрезюмируем. Три значения. Первое, это формирование штормов. Второе, это вращение за счет силы кориолиса. И третья система, это перемещение из зоны высокого давления в зону низкого давления. Все эти три параметра, они влияют на развитие ураганов. Любой ураган зарождается как шторм, потом он переходит в тропический шторм и потом он переходит в циклон. Циклоном является любая погодная система, сила ветра которой превышает 117 километров в час. Поэтому, сейчас очень важный момент. Когда, вот тут у нас лодки ездят. Когда у нас вот этот тропический шторм начинает двигаться. Я вам покажу на примере Атлантического океана, как он зарождается. Зарождается он обычно возле побережья Африки и потом плавно двигается там со скоростью около 15 узлов. И набирает в себя силу, набирает в себя энергию. И эта система растет и она становится такой большой, прямо мощной. И в районе Кариб есть несколько сценариев, которые отслеживают метеорологи, куда, собственно, этот ураган уже пойдет. И уже в зависимости от того, с какой силой он, сколько силы он себе набрал, ураганам дают категорию, дают имена. Он может остаться тропическим штормом, может перейти в категорию там 1, 2, 3, 4. И так как я вам уже говорил, что циклоны формируются над горячей поверхностью. Чем горячее прогревается океан, тем больше шансов получить очень серьезные проблемы летом. Потому что циклон набирает силу и он начинает идти либо в Мексику, либо в Флориде. И уже там выше Кариб, на Багамах, он получает фуль пава, как говорят в Африке. То есть полную энергию, которую он выливает на берег. Но так как на берегу подпитки горячим воздухом нет, по берегу он дальше идти не может. То есть он уже просто теряет силу моментально, потому что у него нету подпитки. То есть, грубо говоря, вся вот эта система там 500-600 миль, она проходит на берег и она полностью распадается после глаза. Вот, собственно, так получаются ураганы. А теперь давайте рассмотрим с вами сезонность ураганов. На северном полушарии нашей планеты лето бывает, как вы знаете, июнь, июль, август. Это самые горячие месяцы в году, когда вода нагревается максимально сильно. То есть температура воды может быть больше 30 градусов по Цельсию. И чем горячее вода, тем, соответственно, сильнее будет ураган. И тем больше будет ураганов проходить за период, который официально является с мая по конец ноября. Полгода период является сезоном ураганов. Так как я вам уже говорил, что ураганы проходят карибом и поднимаются кверху, то, скажем, есть зоны, которые являются, называются non-hurricane belt. То есть вне пояса ураганов. Мы сейчас стоим в Панаме. Панама не бывает зоной, в которой проходят ураганы. Могут быть тропические шторма небольшие, но ураганов не может быть. Также вот акватория Гренады. Она уже так под вопросом. Но у них последний ураган был, по-моему, в 70-х годах. Хотя тропические шторма тоже достаточно мощные. Но это все-таки они не имеют такой силы, как имеют ураганы. Поэтому многие ягдсмены уходят вниз в район Гренады и Тринидада и Табага. Где уже в районе Тринидада ураганов не бывает. Поэтому как, собственно, формируются ураганы я вам рассказал. А теперь давайте я вам покажу, как это, собственно, выглядит вживую. А теперь, друзья, я вам хочу показать картинку, на которой показаны тропические шторма и ураганы, которые проходят в сентябре месяце 2020 года. Как вы видите, они идут нон-стоп. Их огромное количество, которые проходят одновременно. Поэтому вы должны понимать, насколько сезон ураганов. Это опасно, если вы находитесь в Хурикейн Белт или в поясе ураганов. Но давайте перейдем к шкале Бафорта. Друзья, а теперь я вам хочу показать шкалу Бафорта. В современном мире ею практически не пользуются, потому что шкала Бафорта это больше визуально. Например, там шторм вырывает деревья с корнем. Вы можете понять. Но сейчас есть совершенно четкие инструменты, которые показывают силу ветра. Но, соответственно, все погодные условия напрямую связаны с силой ветра. Это будут волны, это будут там гаст, это будет там дождь и прочее, прочее. Поэтому сейчас шкалой Бафорта, повторяюсь, никто не пользуется. Это больше для визуализации. Но я вам ее приведу в пример. Ссылочка будет в описании. Пожалуйста, клацайте, смотрите, что это, собственно, такое. Приходит плохая погода. Все в кипише. Mayday! Mayday! Итак, вот большая туча идет. Она за собой натягивает. Вот, вы видите, смотрите, это дождь. Он сейчас сюда придет. Сейчас точно готовит воду, мы все закрываем. А теперь, ребята, почему? Ветер поднимается сильнее. Ща как валит! Ого, вот такой порыв, где-то узел 30, потому что прям аж лодку качнуло. Сейчас такой шум, это в мангры лупит дождь. И вот вы видите, смотрите, вот за катамараном, сейчас вам покажу. Он подходит, подходит! А он еще сильнее! Да, это оно! Такой порыв приходит прямо, вот вы видите, как оно летит, прямо такой поземкой. А вот катамаран сильно прижало, смотрите, к пирсу. Хорошо, у него фендеров много, поэтому, я думаю, нормально все будет. Мне нравится такая погода, потому что он такой свинячий восторг. Главное, чтобы не быть где-нибудь там на воде, на тузике добираться домой. Вот сейчас к нам подходит фронт, смотрите, какой страшный. Вот поднялся ветер сейчас, такой достаточно сильный. Ухода ужасная, у нас тут сейчас куча проблем, смотрите, друзья. Видите, это лодка? Эту лодку, это столб, он плавучий, это не то. Эта лодка, ее сорвало с якоря, вот она идет. Вот она сюда ее тащит, это вечная лодка, у нее куча проблем. Да, да, конечно. Причем, смотри, как она быстро едет, ее просто оторвало. А ее просто оторвало. Это твой, который тебя спасал, все время. Пошел, отлежи наш край, нет пузыри, один, два. Давай, давай. Телефон мой забери, пожалуйста. Да я это держу, если же. Пускай нет. Посмотрим, что он делает. А ее начали обратно волочить, только куда, непонятно. Да, волочит. Да, да, волочит. Сюда его просто. Короче, спасли. Вот так все спасают лодки. Ну вот, очередной выпуск у нас подошел к концу. Я надеюсь, вы для себя почерпнули что-то новое, узнали, почему вот, собственно, вот это вот, вот, вот это вот все мне сейчас на голову капает. Не забывайте ставить лайк, писать коммент, подписка, колокольчик. И мы с вами увидимся уже через несколько дней. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова